Кстати, в Международный день детской книги, свой день рождения, отмечает и библиотека имени Крупская. Сегодня у нас в гостях заведующая отделом обслуживания Ольга Рогожникова. Здравствуйте. Здравствуйте. Во времена моего детства детские библиотеки были очень популярны. Случалось так, что книжку приходилось ждать, потому что ее уже кто-то взял почитать. Но сейчас эпоха интернета, и любую книжку можно найти во всемирной паутине. Так вот, дети сегодня в библиотеку ходят или их силком туда затаскивают учителя или родители? Вы знаете, сегодня я могу говорить о нашей библиотеке, о краевой детской библиотеке, как обстоят дела там. Хотя на самом деле, конечно, ситуация такая, сейчас очень много дискутируют об этом, говорят, нужны ли детские библиотеки, вообще библиотеки. Я могу говорить о своей библиотеке. У нас приходят читатели и читающие дети, и читающие родители. И приходит их достаточно много. Я могу вам привести реальные цифры за минувший год. Это у нас около 57 тысяч человек посетили нашу библиотеку детей. И новых читателей более 8 тысяч записалось в нашу библиотеку. Поэтому, если судить о том, конечно, библиотеки сейчас сложно в нынешних современных условиях, потому что библиотека должна соответствовать. Это должна быть уровневая библиотека, чтобы привлечь читателей для того, чтобы они приходили. Это не просто фонды и хорошие фонды библиотеки. Это не просто материально-техническая база и компьютерный парк библиотеки. Но это, конечно же, еще и та среда, то, что есть в библиотеке, когда он впервые переступает порог, наш маленький читатель, чтобы ему было комфортно в условиях библиотеки. Ну и, конечно же, кадры библиотеки. То есть библиотекарь должен быть уровневым и соответствовать требованиям современных детей. Какие книги сегодня интересуют подрастающее поколение? Сказки или фантастическая литература? Ну, опять же, если судить по нашей библиотеке, могу сказать, что доминируют две тенденции у нас. Это тяга к деловому чтению. Деловое чтение — это по школьной программе то, что дети приходят, берут, изучают. И, конечно же, это развлекательное чтение. Это то, что детективы, фэнтези, фантастика, то, что читают современные дети. Насколько богаты книгами ваше хранилище? Как часто поступают новые издания? У нас сейчас в фонде библиотеки содержится около 150 тысяч экземпляров детских книг. И, в общем-то, вот буквально более года еще не прошло. Мы комплектовались очень хорошо. Мы потратили около миллиона рублей на то, что мы укомплектовали свой фонд. Хорошей, качественной, как детской художественной, научно-познавательной литературой, как для детей дошкольного, младшего школьного возраста, так и для подростков и детей старшего школьного возраста. Поэтому вот на сегодняшний день фонд наш довольно-таки новый и фонд интересный. Кто помогает его формировать? Откуда поступают средства? Ну, основной наш учредитель — это Алтайское краевое управление по культуре и архивному делу. Конечно же, нам в этом плане помогают. Вот. Помогают губернаторские проекты и гранты. В общем-то, мы этому тоже благодарны. И вот, в общем-то, мы, наверное, наша библиотека, я считаю, что в плане комплектования фонда и хранения фонда новой детской качественной литературы, в общем-то, я считаю, что хорошо укомплектована. Знаю, что на днях вам подарили новые книги. И, в общем-то, буквально недавно нам подарили новые книги. Это Ирина Горюнова подарила свою повесть-сказку «Король рысь» и Наталья Ларкин. А кошки Нюси подарила замечательную книгу. Довольно-таки интересные авторы. И эти книги, в общем-то, у нас небольшая экземплярность в библиотеке, но мы рады, что они поступили к нам. И вот, пользуясь такой возможностью, я сегодня хотела бы, конечно же, и сказать нашим читателям, всем, кто будет приходить в нашу библиотеку, накануне Международного дня детской книги и дня рождения нашей библиотеки, мы хотели бы объявить конкурс рецензии на книги Ирины Горюновой «Король рысь» и Натальи Ларкин «Необыкновенные приключения кошки Нюси». Следите обязательно за новостными рубриками на нашем сайте akdb22.ru, где будет объявление о конкурсе рецензии. Спасибо, что нашли время, пришли к нам в студию. Поздравляю вас, получается, с профессиональным праздником, день детской книги буквально на носу. Спасибо огромное. Мне также хочется поздравить всех-всех наших читателей, которые приходят в нашу библиотеку, пожелать им хороших книг и неспешного чтения. Радуйтесь жизни и читайте. Ну а я напоминаю, что гость нашей студии сегодня – заведующая отделом обслуживания библиотеки имени Крупской Ольга Рогожникова.